Все мы знаем, что лёд плавает в воде, а значит его плотность меньше плотности воды. Это поведение льда на самом деле является весьма необычным. Возьмём свечу и расплавим её. Кусок твёрдого парафина не плавает в расплавленном парафине, но тонет в нём. Плотность парафина в твёрдом состоянии больше, чем в жидком. Так ведут себя почти все вещества, за очень небольшим исключением, самым известным из которых и самым важным для нас является вода. Почему же плотность льда меньше плотности воды? Дело в том, что когда молекулы воды складываются в кристаллическую решётку, в этой решётке возникают периодические пустоты, так что она получается достаточно рыхлой. И всё же разница плотностей воды и льда не слишком велика, так что плавающий в океане айсберг на девять десятых своего объёма находится под водой. Если айсберг возвышается над водой на тридцать метров, то его подводная часть уходит под воду больше, чем на сотню метров. Большинство жидкостей при нагревании расширяется. Вода ведёт себя необычно и в этом отношении. Положим в воду лёд и измерим температуру воды наверху и внизу. Если подождать, наверху устанавливается температура, близкая к нулю, а внизу к четырём градусам Цельсия. На дно опустилась вода с наибольшей плотностью. Значит, вода плотнее всего при четырёх градусах. Точные измерения дают такую зависимость плотности воды от температуры. Поведение воды в интервале температур от нуля до четырёх градусов является аномальным. С повышением температуры плотность воды не уменьшается, а возрастает. Если бы вода не обладала аномальными свойствами, окружающая природа была бы устроена совсем иначе. Зимой вода замерзала бы на поверхности водоёмов, тонущий лёд опускался бы на дно, и его было бы не так легко растопить даже в тёплую погоду. Но в действительности корка льда плавает на поверхности, закрывая водоём от холодного воздуха. И ещё. Пока вода в озере теплее четырёх градусов, остывающая на поверхности вода устремляется вниз, вытесняя более тёплую воду наверх. И вода в озере перемешивается. Но когда вся вода остывает до четырёх градусов, перемешивание прекращается, и теперь вода медленно остывает только за счёт теплопроводности, дожидаясь весны. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»